Здравствуйте! Урок математики. Сегодня на уроке математики мы с вами будем решать задачи на встречном движении. При решении любой задачи мы сталкиваемся с такими понятиями, как скорость, время и расстояние. Расстояние – это путь, который преодолевает объект за определенное время. Измеряется расстояние в километрах, метрах, децентрах и так далее. Обозначается латинской буквой С. Время – это время, за которое объект преодолевает определенное расстояние. Измеряется расстояние в секунду, минутах, часах и так далее. Обозначается латинской буквой Т. Скорость – это расстояние, которое преодолевает объект за единицу времени. Измеряется скорость в километрах, часах, метрах в секунду и так далее. Обозначается потенцией буквой В. В задачи на движение эти понятия все взаимно связаны. Чтобы найти расстояние, скорость умножает на тренировку. Чтобы найти скорость, необходимо расстояние разделить на время. Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. Говоря о задачах на встречное движение, используют понятие скорость сближения. Скорость сближения – это расстояние, на которое сближается объект за единицу времени. Обозначается В сближение. Чтобы найти скорость сближения при встречном движении, зная скорости объекта, надо найти сумму этих скоростей. То есть скорость сближения равна В1 плюс В2. Чтобы найти скорость сближения, зная время и расстояние, необходимо расстояние разделить на время. То есть скорость сближения – это расстояние разделить на время. Досмотрим взаимосвязь по найти скорость сближения и расстояние при решении задач на встречные движения. Перед вами задача. От двух станций, расстояние между которыми 564 км, одновременно на встречу друг к другу вышли два поезда. Скорость одного из них – 63 км в час. Какова скорость второго, если поезда встретились через 4 часа? Извозим движение поездов на 7. Скорость первого поезда обозначена буквой В1. В1 равно 63 км в час. Скорость второго поезда обозначена буквой В2. В2 неизвестна. Время в пути обозначена буквой Т. Время равно 4 часа. Расстояние, которое прошли оба поезда, мы обозначим буквой С. С равно 564. Чтобы найти неизвестную скорость В2, необходимо знать 1. Расстояние, который прошел до встречи второй поезд С2 и время пути Т. И вижу В2 равно С2, растереть на Т. Второе. Скорость сближения поездов и скорость первого поезда. В2 равно В. Скорость сближения, вычесть верхней скорости. Поскольку, чтобы найти неизвестную скорость, необходимо знать время, и оно известно и равно 4 часам. И расстояние, прошедшее вторым поездом до встречи, которое не указано в условиях задачи, то необходимо найти это расстояние. Из условий задачи нам известно все расстояния. С – 564 км. Скорость первого поезда в 1 – 63 км в час. Время – 4 часа. Зная расстояние, которое прошел до встречи первый поезд, мы сможем узнать и расстояние, которое прошел второй поезд. То есть, С1 равно 2,1 умножить на Т. Уближем. 63 умножить на 4 равно 252 км. Значит, С2 равно С минус С1. Уближем. 564 минус 252 равно 312 км. Найдя расстояние, которое прошел до встречи второй поезд, мы можем найти и скорость второго поезда. В2 равно С2 разделить на Т. Уближем 312 разделить на 4 равно 78 км в час. И мы получили, что скорость второго поезда равна 78 км в час. Давайте рассмотрим вторую задачу. Расстояние между двумя пристанями 90 км. От каждой из них одновременно до встречи друг к другу вышли два теплохода. Сколько часов им понадобится, чтобы встретиться, если скорость первого составляет 20 км в час, а скорость второго – 25 км в час. И закрасим движение теплохода на 7. Скорость первого теплохода обозначим буквой В1. В1 равна 20 км в час. Скорость второго теплохода обозначим буквой В2. В2 равна 25 км в час. Расстояние между пристанями обозначим В2С. С равна 90 км. Буквой В2 обозначаем время, время неизвестно. Чтобы ответить на поставленный вопрос задачи, необходимо узнать расстояние и скорость сближения, так как Т – это С разделить на скорость сближения. Поскольку расстояние нам известно из условий задачи, надо найти скорость сближения. Скорость сближения – это сумма их скорости. То есть 20 плюс 25 равно 45 км в час. Теперь, зная скорость сближения, можем найти неизвестное время. В2 равна S разделить на скорость сближения. Держим в длине 100 разделить на 45 равно 2 часа. И мы получаем ответ, что теплоходом понадобится 2 часа, чтобы встретиться. Третья задача. Из поселка и города на встречу друг к другу одновременно выехали два автобуса. Один автобус до встречи проехал 100 км со скоростью 25 км в час. Сколько километров до встречи проехал вторник автобус, если его скорость равна 50 км в час. Покажем движение автобуса на 7. Скорость первого автобуса обозначена буквой V1. V1 равна 25 км в час. Скорость второго автобуса обозначена буквой V2. V2 равна 50 км в час. Расстояние, которое до места встречи проехал первый автобус, обозначена буквой S1. S1 равна 100 км. Расстояние, которое проехал до встречи второй автобус, буквой S2. S2 неизвестно. А временно обозначена буквой V. Чтобы ответить на вопрос задачи, необходимо признать скорость второго автобуса и время, которое он был в пути до встречи, так как S2 равна V1 там не может быть. Поскольку скорость второго автобуса известна из условий задачи, надо найти время. Если мы найдем время, которое был в пути первый автобус, то найдем и время, которое был в пути второй автобуса. Так как они выиграли одновременно. А это значит, что до момента встречи автобусы были в пути одинаковое количество времени. Чтобы найти время, можно расстояние, которое проехал первый автобус, разделить на него скорость. То есть T равно S1 разделить на вылечу. Или 100 разделить на 25 равно 4 часа. Теперь, зная время, можем найти расстояние, которое второй автобус проехал до момента встречи. S2 равна V2 и 0.5 или же 50 умножить на 4 равна 200 км. И получили ответ, что второй автобус проехал до встречи 200 км. Идем в третий круг. При решении задач на встречное движение следует помнить, что в задачах такого типа выполняются следующие условия. Первое. Объекты начинают свои движения одновременно навстречу друг другу, то есть находятся в пути до встречи одинаковые количества времени. Время обозначается в латинской патриоте. T равно скорость, то есть расстояние, то есть дебест на скорость движения. Второе. Расстояние. Это сумма расстояния двух объектов до встречи. S равно S1, то есть S2. И V не сравнивая скорость движения, разделить на V. И третье. Объект сближается с определенной скоростью скоростью сближения, обозначающейся латинской буквой V сближения. В сближении равно S разделить на V. или V вырежете вовне F1 до 1, то есть V2. Соответственно, вовлите вовне S1 разделить на V. Или выгодите вовне S2 разделить на V. Ура. Окончено. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok